Это время арт. Здравствуйте. Она и сценарист, и режиссер, и исполнитель, и все это в кондитерском искусстве. Моя гостья – талантливый мастер с золотыми руками и креативным взглядом на мир, который создает невероятные шедевры. Мастер-кондитер, победитель множества престижных кулинарных международных конкурсов Наталья Шарай. Наталья, вы работаете в булочной кондитерской компании «Домочай». Вы мастер-кондитер, да? Да. По должности. Скажите, а вот откуда берутся вдохновения? Откуда берется? Вдохновение как-то это моя работа. Поэтому, когда настает какой-то конкурс, обязательно в конкурсе есть какая-то заданная тема. И уже когда ты знаешь заданную тему, ты начинаешь что-то придумывать, думать. И работа появляется как бы сама себе в голове. Начинаешь выстраивать, что-то делать, придумывать какие-то детали. И поэтому получаются такие работы. Ну, хорошо, когда на производстве человек работает, но в то же время есть возможность творчески развиваться. Да, у нас есть такая возможность. У нас отдельный цех сделан, где работают тоже два специалиста, которые занимаются только оформлением заказных тортов и какой-то эксклюзивной работой. То есть, ну, делаем какие-то творческие работы. Это хорошо. Спасибо, Домочаю, что есть такая возможность. Когда вы задались в первый раз вопросом, кем я стану в будущем, и все-таки подали документы в кулинарное училище, вы думали на тот момент, что будете настолько творческой работой заниматься? Нет, на тот момент я не думала, потому что получилось чисто случайно, что пошла учиться в кулинарное училище. То есть в этой профессии вы случайно оказались? Нет, чисто случайно оказалась в этой профессии. Я освоила профессию повар-кондитер. Когда же все-таки стал вопрос выбрать к себе какую-то специальность, ну, почему-то посчитала нужным, что, наверное, выберу все-таки кондитерское искусство, потому что очень люблю сладкое. Но на сегодняшнее же время как бы задумываюсь над тем, что если бы, наверное, пошла бы и поваром, то, наверное, бы тоже бы... Как-то креативили бы, наверное, да? Да, что-то бы... Тоже сейчас очень много конкурсов, которые именно такие поварские конкурсы, которые тоже делают шедевры в этой отрасли. Поэтому тоже очень много чего интересного. Но уже стала кондитером, поэтому именно работаю со сладким материалом. Не могу не коснуться конкурса «Королева выпечки-2014» и композиция, ну, на мой взгляд, шедевр. Просто по-другому я не могу никак назвать. Чарли Чапли. Интересно узнать, откуда родился такой образ? Это не родился образ. Это была тоже задана тема. Именно была тема эволюции кино. Для меня она меня сразу испугала. Это была очень сложная тема для меня. И, естественно, я тоже не так сильно разбираюсь с кинематографией в каком-то, или что-то там каких-то героев я там знала, знаменитостей. Но для меня это все нужно было сделать, именно эту работу нужно было сделать из карамели. Карамель считается одним из самых таких сложных материалов в работе кондитеров. И поэтому что-то сделать такое невероятное с карамелем для меня это была задача. И, естественно, что он главным героем, тут уже никуда нельзя было отступить, нужно было сделать Чарли Чаплина. Я знала, что Чарли Чаплин будет присутствовать во всех работах, у всех. И поэтому я решила сделать такого Чарли Чаплина, которого бы не было ни у кого. Вот я и рискнула, и попробовала первый раз вылепить именно из карамели, вылепить фигуру Чарли Чаплина. Не знаю, как он получился, но, наверное, он произвел на многих впечатление. И уже потом, когда я пересматривала свою работу, он довольно-таки удачно получился с первого раза. Он был сделан не из форм, я не применяла, только применяла грушу, выдувала, он полностью суцельный, и остальное была уже лепка, именно из карамели. То есть это получается то же, что делает стеклодув, да, только из карамели? Да, принцип такой же. Чтобы детали все эти найти и скомпоновать, вы пользуетесь, я так понимаю, интернетом, да, чтобы как-то... Где-то какие-то детали, я просто просматриваю какие-то сюжеты, какие-то картинки, то, чтобы мне связать какую-то работу. А потом начинаю сама выстраивать. Ну, и получается больше выстраивать ее в голове, нежели нарисовать, потому что рисовать я не умею вообще. Просто поразительно. Просто поразительно человек, который создает такие шедевры, говорит, что он не умеет рисовать. Еще такая сложность в этом, что ты изготавляешь отдельно какие-то детали для своей работы, и ты не знаешь, как будет до конца выглядеть твоя работа. Ты эту работу можешь увидеть до конца собранную именно на месте уже, когда будет проходить конкурс. Тебе отдается какое-то количество времени, часов, там, два часа, три часа, и за это определенное количество времени ты должен собрать свою работу. Поэтому я заранее стараюсь побольше, как можно побольше сделать каких-то деталей. Где-то что-то в работе бывает, когда ты ее составляешь, бывают детали и разбиваются. Нужно очень четко... И потом на месте нужно все это воспроизвести? Не воспроизвести, а доделать работу свою до конца. То есть нельзя теряться. Сложность в том, что у тебя, мало того, ты изготовил какие-то отдельные детали в своей работе, тебе ее нужно выстроить, собрать. Собрать правильно. Но бывают такие моменты, даже на завершающем этапе ты ее собираешь, и какая-то деталь обязательно упадет. То есть нужно тут не растеряться, не потеряться, а сообразить, чем это дополнить, что это заменить. Если где-то что-то разбилось, если где-то что-то откололось, это все как-то загримировать и подделать. Эта работа была... Ведь композиция большая, да? Да, она была полтора метра. Это была первая работа полтора метра. Это когда мы выступали в Минске, на Лассунке. А потом уже, когда я выиграла эту поездку в Италию, там уже пришлось сделать работу, повторить такую же работу, но не должна быть, работа была похожа на эту. Поэтому пришлось сделать совершенно другого Чарли Чаплина, в другом исполнении. И итог конкурса в Италии? В Италии получилось пятое место на мировом чемпионате. Да, я посчитала, сколько стран там было. Россия, США, Хорватия, Бразилия. 14 стран было, вы стали пятой. Причем пятой среди там ассы были. Помимо карамельной работы нужно было сделать и десерт на тарелке 16 компонентов. Затем нужно было и в бокале сделать, и торты. То есть там очень много было заданий. И в совокупности общее количество баллов получилось именно пятое место. А именно по карамельной работе у меня получилось первое. Сколько времени уходит для того, чтобы создать вот такую большую композицию? От задумки и когда итог? Ну, задумку не так просто, как бы просто придумать. Ее просто придумать в своей голове, что ты конкретно хочешь что-то сделать. То есть для вас это несложно? То есть придумать в голове? Ну, придумать как бы получается пока. Придумать на любую какую-то тему. Ну, буквально тут день-два, ну, бывает в процессе меняются какие-то у тебя детали, или ты что-то хочешь дополнить. Оно потом получается выстраивается. Ну, а чтобы сделать хорошую работу, допустим, не, вот допустим, метр пятьдесят, метр шестьдесят, или такие с очень многими героями, со сложными всякими деталями, приблизительно уходит от месяца до полтора. Бывают работы и за неделю. По-разному. Ваши работы, как мне показалось, можно действительно узнать. узнать, потому что герои на них, они словно живые, да, у них тёплый взгляд, как будто бы есть настроение и характер. И вы даже называете, да, своих героев. Почему? Почему Баба Яга Маргоша? Может быть, вы в процессе разговариваете с ними, вам так проще? Нет, я не разговариваю. Ну, когда, допустим, выступаешь, и каждый, говорю, конкурс оставляет какие-то воспоминания. Вот, например, если взять эту Маргошу, было выступление такое в Москве. Там не то, что нужно было изготовить именно три работы из разных материалов. Я делала работу из сахарной пасты, из солёного теста. И вот Маргоша, это Баба Яга, она была из шоколада. А также было дефиле цветов, сахарных цветов. Это уже были, ходили модели настоящие по подиуму. На них были одеты дизайнером шитое платье. И на это платье нужно было украсить сахарными цветами. А Маргоша была именно придумана именно для этой цели. Хотела с чем-то выступить. И вот я, когда подбираю героев, я даже думаю, ну вот, с чем мне поехать? Думаю, ну что-то сделать, просто красивую девушку в платье, ну, это будет неинтересно. Ну, сделать какого-то, ну, ребёнка, ну, какого-то зверька или какого-то животного тоже как-то неинтересно. И вот мне пришла мысль сделать Бабу Ягу. И сделать не то, что какую-то там старую, скорченную, там, с бородавками, там, какими-то совсем такую страшную. А она же едет в Москву на дефиле. И вот поэтому я решила сделать Бабу Ягу такую вот кокетку. И вот когда она уже такая получилась, всякая такая красивая, у нее была брошь, такая красивая, с пауком, паук у нее такая заместа брошки была, у нее прическа такая довольно-таки красивая была. Глаза я сделала большие, люблю своих героев сделать большие глаза. Платье ей красиво одела, даже одела ее на каблуках. И вот она такая красивая поехала на этот подиум. А почему глаза, Вы сказали, большие любите делать? Ну, как-то в своих вот героях, не знаю, мне нравится очень делать большие глаза. А Вам не кажется, что Ваши герои похожи на Вас внешне? Ну, мне многие тоже так говорят. Но почему-то мне как-то хочется выразить именно глазами образ моих героев. Ну, поэтому я их стараюсь делать такие, какие у меня получаются. Наверное, от того у Вас получаются такие действительно живые, потому что что-то в них есть такое, что притягивает. Можно ли все это съесть? И съедается ли это когда-либо? Мне интересно. Это все сделано, все это можно кушать, это все сделано из-за материалов. То есть все можно съесть? Материалы, да, абсолютно разные. В конкурсах не допускаются какие-то непищевые материалы, поэтому все делается из сладкого материала. То есть если кто-то сомневается или вот там не верит, они могут отломать, попробовать. Ну, как бы вот люди, если где кто-то сомневается. А так, в основном, это же искусство. Над этой работой очень много провел времени и как бы... Много вложил туда, да? Много вложил туда, да. В основном эти работы мы привозим назад с конкурсов и выставляем в нашем магазине «Дома чай». Такие выставки, да, организовываете? Да, делаются такие выставки. А сейчас в данный момент... Я была на такой выставке? Да, у нас в музее. Выставка сейчас это проходит, и можно увидеть все эти конкурсные работы. Но, естественно, те, которые только сохранились. Очень-очень-очень очень впечатлила меня работа ваша в джазе «Только девушки». Ну, это что-то сверхкреативное, что-то такое... Что-то такое позитивное, от чего тяжело даже оторваться. Ну, с этой работой хорошо я выступила. Мне повезло. Я взяла главный приз, завоевала гран-при, выиграла бесплатную поездку в Польшу. А также мой самый главный приз – это бесплатная поездка на чемпионат мира в Люксембург. Вот в этом году я буду представлять Беларусь на чемпионате мира в Люксембурге в октябре. Удачи вам, удачи, креативных мыслей. Спасибо. Не знаю, наверное, терпения, потому что все это очень... Настолько скрупулезно, настолько, на мой взгляд, ювелирно, что просто диву даешься. Мы говорили сегодня о кондитерском искусстве с мастером, у которой золотые руки, которая делает просто шедевры. Это Наталья Шарай. Международный молодежный театральный фестиваль «Март Контакт» – это событие, которое ежегодно, вот уже 13 лет, собирает в Могилеве профессиональные театральные коллективы выдающихся деятелей театра и интересующихся зрителей. И этот «Март» – не исключение. Сегодня в студии передачи «Время. Арт» мы поговорим с театральным критиком, членом жюри фестиваля Еленой Мальчевской. Лен, в последнее время, как мне кажется, возникло очень много театральных фестивалей абсолютно разного толка. Авторские, тематические, Володинский фестиваль. И как вам кажется, переходит ли количество этих фестивалей в качество этих фестивалей? И какие есть плюсы и минусы такой фестивальной лихорадки последних лет? – Да, мне кажется, что чем больше фестивалей, чем больше каких-то театральных событий, тем лучше. Я хочу сказать, что, например, мне кажется, что все-таки Беларусь не сотрясает фестивальная лихорадка. И в последнее время не появилось какого-то огромного количества фестивалей. мы работаем и живем в контексте того, что появилось фактически, исключая там театр, наверное, уже десятилетия, а то и несколько десятилетий назад. Поэтому мне кажется, что вот как раз сказать, что Беларусь трясет фестивальная лихорадка, вряд ли можно. И поэтому любой фестиваль, который происходит в нашей стране, и если появляются новые, это особенно ценно. На фестивале Март Контакт вы не первый год. Вы достаточно частый гость на этом фестивале. Скажите, что-то меняется? Вот фестиваль существует 13 лет. Может быть, есть какие-то принципиальные изменения или их нет? Конечно, меняется. Есть какой-то формат, который устоялся. Мы знаем, что на Март Контакте обязательно будет, что он будет проходить с 21 по 27 обязательно, что будет мастерская молодой режиссуры, кто-то будет показывать какие-то отрывки, всегда с нетерпением ждешь. В этом году, мне кажется, очень интересно составлены программы, кроме фокуса на молодые театры, на молодых режиссеров, еще и такой вот хороший фокус на какие-то знаковые брендовые имена. А есть какие-то имена артистов или режиссеров или драматургов, которых вы для себя открыли именно после этого фестиваля? Или, может быть, не вы, а вообще? Вот как-то зритель и критик и коллеги обратили внимание на какую-то творческую единицу, да? Будто режиссер, драматург именно после фестиваля «Мартконтакт». Ну, мне вообще кажется, что прям вот как открытие я сейчас, может быть, так и не переберу, да, быстро в памяти, но, например, для Могилева, мне кажется, огромное значение имела работа Екатерины Верковой и то, что она здесь делала не только в рамках, но мне кажется, что это связано. Вот «Мартконтакт» и вообще та театральная жизнь очень сильно влияет на ту театральную жизнь, которой живёт Могилёв. И я всегда вот это подчёркиваю, что тот город, в котором есть театральный фестиваль, театральная жизнь намного разнообразнее, интереснее, чем в том городе, где фестиваля нет. И я сейчас говорю скорее о региональных городах, да, то есть это не касается столицы, да? Да, да. А у вас в рамках этого фестиваля, в репертуаре уже, может, есть какие-нибудь фавориты? Ну, я могу говорить о своих личных, о том, что мне было интересно. Спектакль, которым открывался первый вечер, это спектакль Талгата Баталова «Пустота» Тверского тюза. Вообще, это такая тенденция для современного театра, что такой синтез кино и театра. И очень много из кино переходит в театр. Это и постановка каких-то, например, режиссёры достаточно часто обращаются к тарантиновским бешеным псам, которые воплощаются, этот сценарий воплощается на сцене. И театральные сериалы, которые появляются, и вот тот же Талгат Баталов, это его не первый опыт такой копродукции кинотеатр. И Максим Диденко, который воплотил в театральные реальности и цирк, и землю Довженко. И вот мы смогли увидеть, как жанр ситкума, ситуационной комедии, к которому мы привыкли по телевизору, как он может проецироваться в театральную реальность и каким удачным может быть это решение. Из жизни насекомых. Я не видела его на фестивале, но я видела его в Минске. Это проект, двигателем которого во многом является Светлана Бень. Я думаю, что ее имя тоже известно в Могилеве. Она ставила и в театре кукол, и ее музыка звучит в спектаклях театра кукол. И самый маленький самолетик, на свете, «Самолет на свете» это тоже Светлана Бенни. Вот ее проект, которому она, мне кажется, долго шла в разных этапах и постасях в своем творчестве, в жизни насекомых. Это такой вокальный цикл на стихи Абариута Николая Олейникова. о насекомых, о насекомых, поэзия авангард начала 20 века. для меня это всегда качели, когда ты перенос из большого мира, где ты человек, ты хозяин вселенной, и тут мгновенно пенька переносит тебя в другой мир, где ты такой маленький-маленький жучок, и вот эта проблема маленького человека. Вот это вот качели большой, маленький-маленький, большой, эмоциональный, от трагедии к комедии, они очень хорошо работают в этом спектакле, и имя Николая Олейникова важно, что подчеркнуто, потому что, правда, мы хорошо знаем Хармса, чуть лучше знаем Веденского, и очень мало знаем об Олейникове. Лена, вы посещаете много театральных фестивалей в связи со своей сферой деятельности профессиональной. У вас есть какой-то рецепт удачного фестиваля? Вот что для вас должно случиться на фестивале, чтобы вы сказали, ну да, удался фестиваль? Да тут на самом деле много каких-то должно составляющих сойтись, и причем для всех они будут разные. Если, как говорить про мою составляющую как критика, что обязательно, если будет что-то такое в программе, что запомнится на очень долго, то, безусловно, я считаю для себя удачным. Если удается посмотреть какой-то эксклюзив, я считаю удачным в Могилеве, например, для меня очень важным является мастерская молодой режиссуры, какой-то процесс, процессуальные вещи. Иногда не всегда я считаю важным, когда удается посмотреть яркие, знаковые имена. для меня еще очень важно успеть отследить процесс. А мастер-классы, которые проводят обычно какие-то мастера, вот в этом году это был Тростенецкий, в прошлом году это был Оренбург, как вам кажется, они полезны артистам? Конечно, безусловно. И вообще, полезен ли артистам и работникам театра этот фестиваль, кроме вот этого смотрибельного опыта, что вот артисты могут посмотреть на коллег? Что еще? Чем еще может быть полезен Март Контакт работникам и вообще Могилевскому театру? Не Могилевскому зрителю, а именно Могилевскому театру? Конечно, этот вопрос, я думаю, что лучше всего ответят работники Могилевского театра. У каждого, я думаю, будет свое мнение. Но мне кажется, что в принципе любой мастер-класс он немножко меняет твой угол зрения и позволяет посмотреть на какие-то вещи с другой стороны. и вот это изменение фокуса внимания, взгляд с другой стороны, наверное, одно из самых важных. И плюс это происходит не только как зрители. Мы пришли и посмотрели какой-то спектакль. Ну вот и практическая составляющая. А чем Март Контакт отличается от других белорусских фестивалей? Ну, во-первых, вот уже само слово по названию молодежной и фокус внимания именно такой возрастной. Вот в первую очередь, конечно же, вот своей, скажем, такой фестивальной политикой, которая определяет это слово. Наверное, вот это самое главное отличие. Все ж таки 13 лет для фестиваля это, как мне кажется, серьезный срок, учитывая, что фестиваль это региональный. Почему вот этот вроде бы короткий по каким-то человеческим меркам, но по меркам фестивальным не совсем короткий отрезок времени прошел этот фестиваль и, как мне кажется, прошел очень достойно? Да, да, безусловно. И вот мы уже вспоминали о каких-то его героях. Это у нас сегодня для молодой режиссуры и вообще молодых деятелей театра на самом деле не огромное количество возможностей, совсем не огромное, проявиться и как бы вот получить какое-то такое право голоса или возможность для реализации. Мне кажется, что Март Контакт во многом такая площадка, на которой ты можешь сказать свои какие-то первые слова, попробовать что-то, потому что правда возможностей немного. И первый раз я сюда приехала студенткой, вот, и для меня это было очень важным фестивальным опытом, это вот мой первый фестиваль, на котором я как бы посмотрела на фестивальное будня, фестивальный процесс. Вот это вот все, самое главное, мне кажется, возможность сказать свое какое-то слово для молодого человека, для молодого театрального деятеля. Это очень важно. Да, и тут, получается, охватывает фестиваль очень много и людей, пишущих о театре, и людей, пишущих для театра, и людей, работающих непосредственно в театре. И мне кажется, еще вот в этом его огромная такая заслуга, не только для города Могилева, но и, как мы уже говорили, наверное, для фестивального облика Беларуси в целом. Спасибо большое за интересную беседу. Сегодня в этой студии мы разговаривали с Еленой Мальчевской, театральным критиком, и разговаривали о Международном молодежном театральном форуме Март Контакта 2018. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова